Всем привет! Покупка ультрабюджетника это всегда борьба компромиссов. Любой здравомыслящий человек приобретает дешевый смартфон любой фирмы, уже подсознательно готов к тому, что у смартфона будет плохая камера, малый объем аккумуляторной батареи и плохо собранный дешевый пластиковый корпус. Но сегодня я покажу вам топ 5 смартфонов, за которые не стыдно отдать свои кровные деньги. Но при этом они являются ультрабюджетниками и в подавляющем большинстве ненамного превышают порог в 100 долларов. Всеми смартфонами из списка я пользовался лично и при их описании буду делиться только своим мнением. Если оно отличается от вашего, добро пожаловать в комментарии. Поехали! Пятое место. BlueBoo X-Fire BlueBoo X-Fire, несмотря на подозрительное название и отстойные технические характеристики, не имеет аппаратных проблем, да и по программной части у него все вполне достойно. При ценнике чуть более 70 долларов он имеет относительно неплохой 5-дюймовый IPS-экран, поддержку LTE и голый Android Lollipop на борту. К критичным минусам можно отнести тач на два касания и никакую камеру. Для нетребовательных или экономных в самый раз. Ничего лишнего. Кстати, недавно ему вышла замена BlueBoo X-Fire 2, который обладает почти таким же ценником, но у него уже металлический корпус, сканер отпечатка пальца, но к сожалению отсутствует LTE. Четвертое место. Oukitel K4000 Китайцы постоянно мониторят рынок и всегда точно знают, чего хотят потребители в тот или иной момент времени. И когда топовые производители делали упор на производительности, китайцы взяли и сделали линейку смартфонов-долгожителей. Oukitel K4000, K6000 и K10000 с съемкостью аккумуляторных батарей на 4, 6 и 10 тысяч мАч соответственно. Самым дешевым из них является Oukitel K4000, который можно сейчас купить за 99 долларов. Но дешевле не значит хуже. У смартфона, несомненно, есть определенные минусы. Это дешевая матрица экрана и отвратительная камера. Но это вполне можно простить за поддержку LTE в широком диапазоне частот, голый Android Lory Pop в качестве операционной системы, металлическую раму, сборку, материалы корпуса и, конечно же, емкий аккумулятор. Не каждый может похвастаться таким набором, тем более за 99 долларов. Хоть китайцы и слукавили насчет его ударопрочности, и мне все-таки удалось его разбить с первого же удара об орех, но в целом смартфон оставил после себя исключительно положительные впечатления. Заслуженное четвертое место. Третье место. Levo Alpha 2. Неожиданно очень хороший ультрабюджетник. На данный момент его прошивка пока сыровата, но это единственный и вполне поправимый минус смартфона. Очень и очень качественная батарея. Корпус, собранный на металлической раме. Вспышка для фронталки. Сносная основная камера и даже сенсорная область, которую зачем-то засандалили на заднюю крышку. При этом он и смотрится хорошо. Все это делает смартфон по-своему уникальным. Тем более, что официальный ценник на него 89 долларов. Если вы не видите никакого смысла покупать дорогие смартфоны, то Levo Alpha 2 это лучшее, что вы можете приобрести в сегменте до 100 долларов сегодня. Для меня же критичным минусом в этом смартфоне стало только отсутствие LTE у данной модели. Второе место. Meizu M2 Mini. Meizu M2 Mini это уже смартфон-легенда. Наверное, нет человека, который бы не слышал о нем. К сожалению, я пользовался только моделью M1 Mini, и именно кадры на его обзор вы сейчас видите на экране, но отличий между этими моделями на самом деле не так уж и много. M2 Mini на данный момент можно купить в китайских интернет-магазинах по цене около 110-115 долларов. И за эту цену вы получаете очень неплохую камеру, приятный внешний вид, поддержку LTE в широком диапазоне, потрясный экран и прошивку Flyme, которая уже собрала миллионы фанатов по всему миру. Она включает в себя широкие возможности кастомизации и при этом очень удобный и понятный всем интерфейс. Я считаю, заслуженное второе место. И, наконец, место номер один. Xiaomi Redmi 3. Xiaomi Redmi 3 стал легендой, еще даже не начав продаваться. Для многих это смартфон мечты. При официальной цене завода в 107 долларов смартфон имеет металлический корпус, относительно неплохую камеру, процессор Snapdragon 616, 2 гига оперативки и 16 встроенной памяти с возможностью расширения. И самое главное, аккумуляторную батарею на 4100 мАч. И все это в тонком, компактном металлическом корпусе. Довершает картину 5-дюймовый IPS-экран с разрешением HD, а вишенкой на торте является MIUI 7, в которой кастомизируется и настраивается все от внешнего вида до разрешения каждого приложения. Я до сих пор считаю Xiaomi Redmi 3 лучшим ультрабюджетником из всех, что сейчас есть на рынке. Даже несмотря на то, что вышла Pro-версия со сканером на пятка пальца, 3 гигами оперативки и 32 гигабайтами внутренней памяти. Xiaomi Redmi 3 – заслуженное первое место. А на этом все. Напишите в комментариях свой топ-5 лучших ультрабюджетников, и какой бы вы смартфон включили в этот список. Данный ролик подготовлен специально для канала «Лучшие китайские смартфоны», так что подписывайтесь на него, ставьте лайки под этим видео, и смотрите описание. Там есть все необходимые ссылки и дополнительная информация. Всем спасибо за внимание, всем пока!